Литералы стандартных типов тоже могут рассматриваться как образцы. То есть стандартные типы мы можем рассматривать как перечисления. Например, целые числа можно рассматривать как огромное перечисление с большим набором конструкторов. Единица, двойка, тройка, десятка, 20, 50, 143. Все это являются отдельными конструкторами, как будто бы у нас тип данных, скажем, int, записан следующим образом. Data int равняется и дальше от самого маленького допустимого int до самого большого допустимого int, разделенные вертикальными черточками, у нас идут подряд числа. На целые числа можно глядеть таким образом и можно осуществлять сопоставление с образцом над такими числами. Ну давайте посмотрим, как это можно сделать. Определим, например, функцию, которая называется int to char. Это частичная функция, которая принимает числа от 0 до 9, то есть цифры. И если в качестве аргумента передается цифра, то она возвращает соответствующий символ. Если же в качестве аргумента передается нечто отличное от цифры, то эта функция расходится. Мы могли бы сделать эту функцию сходящейся, например, добавив здесь какое-то текстовое сообщение. Ну, например, символ n. Теперь эта функция уже не расходится, она просто на всех остальных значениях выдает некоторый символ, указывающий на то, что у нас неверно. В большинстве случаев частичными функциями пользоваться не стоит. По крайней мере, себе нужно отдавать отчет, что частичная функция, она может неожиданным образом прервать выполнение программы. С другой стороны, не частичная функция, определенная таким образом, может выдавать нечто странное с точки зрения пользователя. Помимо целых чисел, мы также можем рассматривать как перечисления и, например, символьные константы. Вот следующий пример показывает нам, каким образом работает некоторая простая функция, которая возвращает нам булево значение, истинное на символе z и ложное во всех остальных случаях. Это функция из z. Здесь, как перечисление, у нас рассматриваются символы нашего языка. Мы можем также делать сопоставления с образцами над строками. Здесь мы тоже определяем частичную функцию, которая определена только на двух строках. На строке true и false, которая, соответственно, возвращает нам булево значение. В случае true она возвращает нам булево значение true, в случае false она возвращает значение false. Во всех остальных случаях она аварийно завершается. На самом деле, работа со строками, как вы понимаете, ничего нового нам не дает. Мы помним, что мы можем делать сопоставление с образцом над списками. И здесь как раз эта конструкция рассматривается у нас как список символов. Это список из четырех элементов значений типа char, а это список из пяти элементов значений типа char. В точности на этих списках у нас функция определена. На всех остальных списках она не является определенной.